Всем привет! Везение в Genshin Impact очень важно, но к сожалению, судя по просмотрам и лайкам на видео про типы неудачников, очень большое количество игроков удачи обходит стороной. Это доказывает мой прошлый ролик про типы неудачников, но я уверен, что везучих ребят тоже много и решил собрать 5 пунктов, по которым вы сможете узнать, везет ли вам в Genshin или нет. И если вы узнаете себя в каком-то из пунктов, напиши об этом в комментариях, мне будет интересно почитать. Поехали! И первый тип – Казуалы. Этот тип обычно получает 5 первых подарочных молитв и сразу с начала игры выбивает себе Делюка, Кицин и по итогу бегают по миру сразу с легендарным персонажем. Потом желательно еще выбить легендарное оружие, ну или Беннета в команду, при том сразу С1. У меня так было у друга, только начал играть, с начала игры выбивает себе Кицин, а потом для нее же легендарное оружие. И просто весь челлендж в игре заканчивается, мобы становятся очень простыми, главное героя не забывать качать. Ну и конечно же, потом Казуалы всегда выбивают нужных им героев 50 на 50 и никогда, запомните, никогда они не выбьют ЦЦЦ4. Это они оставляют нам, неудачникам. Второй тип – Археологи. Археологи очень любят выбивать артефакты своим персонажам, ведь им никогда не падает плохих артефактов. Скорее всего, они даже не знают, что с подземелья Горящей Алой Ведьмы падают артефакты на сопротивление пира урону. Соответственно, артефакты им выпадают только с хорошими статами. Ну и при прокачке проблем у них не возникает. Всегда статы прокают только те, которые нужны именно для этого конкретного героя. Ну, с другой стороны, что вы хотели от Археолога? Обычно потом такие ребята вам рассказывают, как у вас мало урона на героях, а вот у них очень много. Хотя играть они могут в разы меньше. Третий тип – Мастера Меча Онлайн. Эти ребята ходят в бездну и всегда попадают во все тайминги, особенно когда это касается 12-й бездны. Мобы сами встанут в нужную им позицию для максимального профита по урону. Попрыгунья никогда не уйдет под землю из-под их атак. Ну и конечно, мобы никогда не будут бить обелиск, который им нужно защищать. Но мы простые ребята. Мы не паримся насчет бездны. Мы просто не идем на 12-е этажи, ведь мы знаем свою удачу. Ну, или я один такой. Ну а четвертый тип – Книжные Черви. Эти ребята обычно ходят за книжками для талантов так. Заходим в подземелье, по-быстрому разбираемся с мобами и бежим кабанчиком забирать книжечки. И что же мы видим? Ой, секундочку, вот так лучше. Мне почему-то кажется, что у этого типа больше проблем возникает с книжками для первых талантов. Хотя вряд ли, на то они и везунчики. Ну и пятый тип – это люди, которые выбивают всегда только нужное легендарное оружие. Это, наверное, главная боль. Ведь самого оружия в игре настолько много, что выбить нужное тебе практически нереально. И для этого нужно иметь огромную удачу. Это ладно сейчас, два баннера, два оружия, все логично. А вот до этого, когда в баннере оружия было их две штуки, а нужно было тебе только одно, это была боль. Но не для нашего типа. Там и волчья погибель сама в руки прилетит. И оружие для нужного нового персонажа. Но вот обычным игрокам, которые крутят баннер оружия, я хочу пожелать только терпения и удачи. Спасибо, что досмотрел ролик до конца. И специально для тебя – анекдот. Как называют человека, у которого совпали все пункты? Врунишка.